В Южном микрорайоне полицейские гонялись за не имеющим водительских прав 19-летним юношей, который во время бегства повредил машину другого участника движения. Эту съемку сделал приятель невиновного шофера, чтобы зафиксировать положение, поврежденное лихачом белты на проезжей части. Позже ее убрали к обочине, чтобы не затруднять движение на главном перекрестке района. Двери Тойоти смял сидевший за рулем Скайлайна молодой человек, когда пытался выбраться задним ходом из ловушки, в которую сам себя изогнал. Беглец, не подчинившийся требованию автоинспекторов остановиться для проверки, через полминуты попросту увяз в пробке. Он двигался по улице Ворошилова и у пересечения Суворова уткнулся в машины, шоферы которых ждали зеленого света. Не имея возможности ехать дальше, нарушитель придумал креативный ход – энергично развернуться, чтобы снова вырваться на оперативный простор. Маневрируя, он ударил белту и был схвачен через несколько секунд. Стоял, занял крайнее левое положение, повернуть на Суворова. Тут слышу, завизжал Скайлик, за ним сотрудники, он начал разворачиваться и задней частью своего автомобиля заехал мне. Пока беглец совершал маневры, сотрудники ДПС успели окончательно отрезать ему путь к отступлению и подбежать к Скайлайну. Нарушитель тут же заблокировал двери, продолжая попытки уехать. Полицейскому пришлось разбить боковое стекло и нырнуть в автомобиль, чтобы заглушить мотор и обездвижить транспортное средство. В следующее мгновение юноша оказался на асфальте, потом в наручниках, далее в патрульном автомобиле. Убегать от офицеров местного жителя подвигло отсутствие водительского удостоверения, он его никогда не получал. Страховки на машину нет в принципе. Ниссан юноша одолжил у приятеля. Финал истории вышел стандартным. Скайлайн увезли на арестплощадку, беглеца – спецприемник. Он совершеннолетний, поэтому и белту, и машину приятеля ему придется чинить за свой счет. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Денис Сазонкин.